Еще раз говорим вам доброй, Раенцы, Беларусь, доброе утро, страна. Профессии и службы судебных исполнителей известны уже с середины 16 века. Вот такая выставка уже несколько лет размещается в Управлении принудительного исполнения Главного управления юстиции Витебского облсполкома. Появилась и мобильная экспозиция в нашей студии. Да, и прямо сейчас мы предлагаем не только поговорить об этой экспозиции, но и увидеть все своими глазами. Мы рады приветствовать в нашей студии начальника управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Витебского облсполкома, Главного судебного исполнителя по Витебской области, Никиту Рязяпова. Доброе утро, Никита. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы очень рады вам, тем более ехали вы издалека, из Витебска, прямо на наш прямой эфир. Это очень приятно. Никита Фанилевич, познакомьте нас с мобильной экспозицией, потому что, признаемся честно, в истории программы «Доброй, Раенцы, Беларусь» этот случай впервые, когда экспозиция к нам приезжает самостоятельно, точнее с вашей помощью. Приятно. На самом деле представленная экспозиция – это уникальный мобильный цифровой комплекс, который создан на основе постоянно действующей выставки судебно-исполнителей на страницах истории, которая размещена в 2016 году у нас в Управлении принудительного исполнения по инициативе и непосредственному участию начальника Главного управления юстиции. Впервые презентация нашей мобильной экспозиции прошла в городе Полоцке на форуме регионов Беларуси и России. Вызвала немалый интерес. Общественный резонанс. Ну, можно и так сказать, у наших коллег белорусских и наших друзей из России, которые сравнивали действующую систему, также и принудительное исполнение в Российской Федерации. Целью данной экспозиции было сделать историю судебного исполнителя мобильной и доступной. Ну, о мобильности говорить не приходится, поскольку она уже здесь размещена. Да, мы его доказали, что выставка мобильная. Все достаточно просто. Ну, а доступность, по сути, это размещение, оцифровка и размещение QR-кодов на каждом стенде, которые переводят на виртуальную выставку и на сайт Полоцкого государственного университета, где про каждый период рассказывается. И, собственно говоря, это университет и оказывал нам помощь в оцифровке и доступности. То есть любой человек, который сейчас пользуется мобильным телефоном, может запросто отсканировать QR-код и перейти на страницу, и погрузиться полностью в историю судебного исполнителя. На самой экспозиции размещены подлинки архивных документов. Большая исследовательская работа была проведена, получается. Ну и образы непосредственно судебных исполнителей разных периодов. Ну, вы понимаете, что роль и место судебного исполнителя в государственном устройстве менялась так же, как и история белорусских земель. А знаете, что не менялась? Это то, что судебные исполнители во все времена были всегда при очень красивой форме. И всегда это сладные мужчины. При параде были. Назовем вещи своими именами. Не могу с вами не согласиться. Да, ну и более того, раз выставка мобильная, то перспектива у нее самая замечательная. Можно по стране ее в какой-то тур условно отправить, чтобы все посмотрели. Идея, да, совершенно верно. Идея была и в профессии судебного исполнителя, нашим судебным исполнителям, которые только приходят в профессию рассказывать, показывать, чтобы они погружались и понимали, с чем они работают и какая же история. Давайте расскажем. У наших зрителей как раз есть такая уникальная возможность. Давайте вот из ваших уст они услышат об этом. Все-таки что такое профессия судебный исполнитель? Чем вы занимаетесь вообще? Кому? К чему? Принуждаете? На самом деле органы принудительного исполнения существуют не так давно. Буквально в этом году мы отмечаем свой 10-летний юбилей, хотя профессия судебного исполнителя, она известна уже с 16 века, как вам стало известно. Дело в том, что до конца 2013 года судебные исполнители относились к судебной ветве власти и осуществляли свою деятельность непосредственно в судах общей юзикции при взаимодействии с главным управлением юстиции, а также в судах областных и хозяйственных. Указом президента 530 подписан в ноябре унифицировано было все службы в единую систему органов принудительного исполнения, которая начала действовать с 1 января 2014 года. И задачей нашей является восстановление прав нарушенных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, соблюдение интересов и охрана интересов государства путем правильного, полного и своевременного исполнения исполнительных документов. Хорошо, что вы это уточнили. Своевременного. Как давно вы работаете в этой системе? Я работаю уже больше 16 лет. То есть вы такой опытный сотрудник. Всю свою сознательную жизнь я отдал профессии. Ну, я считаю, что судебный исполнитель, это не сколько профессии, это призвание. Человек должен понимать, куда он идет, потому что работа очень сложная, очень многозадачная, огромная нагрузка, много общения, тут много разных качеств должно быть. И надо себя видеть в этой профессии, должен быть внутренний стержень, который тебя мотивирует к реализации в этой профессии. Слушайте, вы и психолог отчасти, да? Ведь нужно каким-то образом... В психологии не учился, но, наверное, элементы какие-то обладаем. Я думаю, что все судебные исполнители отчасти... А потому что, ну, контингент, скажем так, людей, с которыми вы работаете, ведь это тоже непростые порой переговоры случаются. Ну, у вас все получается, мы не сомневаемся. Спасибо, возможно. Я хотела бы вернуться к экспозиции, вот невооруженным взглядом сразу заметно, хотя я как бы сейчас спину к экспозиции, но я посмотрела за кадром, друзья. Надо отметить, что, во-первых, мы уже отметили образ мужчин, представители этой прекрасной профессии, все они в руках, у них оружие, отчасти у кого-то нет, у кого-то да, но я не заметила девушек на стенде. А вообще есть женщины в профессии судебных исполнителей? Да, есть, и их немало. Я хочу сказать, вы очень правильно обратили внимание на эту деталь. Дело в том, что, начиная с 16 века, у Великого княжества Литовского, и, наверное, заканчивая началом 19 века, к тем функциям, которые были уже, у судебного пристава, возного судебного исполнителя, еще были функции полицейского. То есть это охрана правопорядка. Была присяга, соответственно, они всегда имели при себе оружие. После Октябрьской революции вообще институт судебных исполнителей пропал, и все функции были переданы в полицию. И только при создании Министерства юстиции, БССР, снова возобновилась система судебных исполнителей, определенных функционал, и как раз вот в этот период судебные исполнители стали гражданскими государственными служащими и отошли к судебной системе власти. Сейчас у нас работает больше 80% замечательных девушек и женщин. Прекрасных дам. Прекрасных дам. То есть, смотрите, ситуация менялась. Очень сильных дам. Получается, больше женщин стало в этой профессии. Ну, получается, что так. Ну и, собственно, защиту и силовую поддержку оказывают органы внутренних дел в основном, за что им огромное спасибо, поскольку нередки случаи совершения противов... Ну, не скажем нередки, они случаются не так часто, но бывает, что оказываются противоправные действия в отношении судебных исполнителей, вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении должников. Никто не останется безнаказанным за такие деяния. Но самая большая беспокойность вызывает то, что это оказывают мужчины, и, нарушая все нормы морали и этики, приходят к ним, вот как вы сказали, наши милые дамы. Поэтому, ну, стоит задуматься, никто не останется безнаказанным. Тут нужны какие-то наборы качеств нужны, да? Судебный исполнитель. Это же, прежде всего, про характер человека, да? Да. Совершенно верно. Какие черты должны быть у человека, который, возможно, планирует прийти в эту сферу? Ну, с моей точки зрения, в первую очередь, это ответственность, ответственность за принятие тех или иных решений, поскольку они неразрывно связаны с имущественными правами человека, должника, а, по сути, судебный исполнитель вторгается в жизнь. Понятно, что есть долг, но все должно быть выверено и законно. Ну, конечно, мы уже сказали, что про элементы психологии, дипломатии, упорства, скажем так, внутренняя сила, энергия. Даже юмор, я знаю, вы используете, как вот такое сообразное средство достижения поставленных целей. Даже юмор. Это мощное оружие, которое, мне кажется, помогает справляться во всех сферах нашей жизни. Ну, конечно, в профессии себя надо мотивировать, и должен быть вот такой серьезный внутренний стержень. Тут много-много качества. Никита Фанильевич, у нас буквально минута до завершения беседы остается, да? Давайте, во-первых, напомним коротко о том, что единый имущественный налог всей стране предстоит оплатить. До какого числа? В контексте нашего разговора-то очень актуально. До 15-го числа стоит заплатить. Даже не стоит, а необходимо заплатить. До 15-го ноября, друзья, кто не сделал, не делайте Никите больше работы. Да, если можно, потому что работы и так хватает, очень большая нагрузка. Вы говорили за кадром, что буквально у каждого судебного исполнителя 800 дел, да? До 800, до 1000 дел, да. В разных областях по-разному, на самом деле. Представьте, у одного человека. Да, количество должников, то есть нагрузка весьма весомая. Ну что, и важный очень момент нашей беседы, это, конечно, поздравление с предстоящим праздником. Да, спасибо за предоставленное слово. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить наших прекрасных женщин с предстоящим праздником, Днем Матери. Пожелать крепчайшего здоровья, жизненных сил, энергии и неувядающей красоты. Помните, мы вас очень ценим и любим. И, пользуясь случаем, нашим прекрасным домом разрешите преподнести вот такой вот подарок в честь встречи. Это вот такие книга об выставке в судебных исполнительных страницах истории. Ну и, а также, раз мы уже говорим про историю, о становлении юстиции Витебщины. Это столетняя история. Вот я как раз хотела показать. Ну, а такая книга идет уже вместе с экспозицией. Поэтому примите эти подарки в честь нашей встречи. Я думаю, она будет не последней. Спасибо огромное вам. Спасибо большое. Нам очень приятно. Это займет такое почетное, я бы сказала, место в нашей коллекции. Благодарю. Спасибо. Ну и напоминаю, что мы общались с начальником управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского области полкома, главным судебным исполнителем по Витебской области Никитой Рязяповым. Хорошего дня. Спасибо. Взаимно.